Добрый день, вы смотрите Экономикс. Нашему телеканалу удалось договориться на интервью с широко известным инвестором и экономистом Максимом Шейном, главным инвестиционным стратегом компании БКС. Мы обсудили целый ряд актуальных вопросов мировой и российской экономики, поговорили об инвестиционных идеях на 2018 год. Вашему вниманию интервью с нашим гостем. Максим, добрый день. Большое спасибо, что согласились ответить на наши вопросы в нашей программе. Спасибо, очень приятно. Очень рад тоже вас приветствовать в Казани. Я хотел построить разговор следующим образом. Мы сначала обсудим глобальную обстановку, что сейчас происходит на мировых рынках, поговорим об отдельных инвестор-идеях и, конечно же, затронем вашу финансовую стратегию. Первый вопрос. Мы практически в конце 2017 года. Если в 2014-2015 году мы говорили о рынке нефти, геополитике, 2016 год запомнился нам Брекзитом, победой Трампа и трендом на протекционизм, что особенного можно вынести из 2017 года, по вашему взгляду? Ну, прежде всего, это определенные геополитические изменения, нарастание такой геополитической напряженности. Даже если вы посмотрите на последний опрос управляющих фондами, который был проведен в Wall Street Journal, вы увидите, что большинство из них основным риском для глобальных рынков и для глобальной экономики видят как раз геополитические риски. И в значительно меньшей степени профессиональные участники рынка говорят о таких вещах, как процентные ставки, как прибыли корпораций и так далее. Вот это, наверное, сейчас основное, что может вклиниться. Конечно, есть определенные и экономические проблемы в экономике, но в целом, если посмотреть по отдельным регионам, по отдельным точкам, скорее можно говорить о том, что ситуация в экономике в мировой улучшилась. Да, как бы глобальный вопрос расширения спроса и расширения экономики, он остается вот этим вопросом все более актуальным, но, конечно, определенные подвижки сейчас есть. Ну и, конечно, наверное, один из трендов – это различный поиск каких-то новых технологий, новых технологических решений. Да, я говорю о искусственный интеллект, инвестиции туда удваиваются каждый год, это уже десятки миллиардов долларов. Вот различные, так называемые, big data, цифровые технологии. И вот это, наверное, сейчас находится на коне, на острие точек роста, так называемых, которые возможны. И это мы видим и интересом, да, и количеством стартапов в этих направлениях, и, конечно, инвестиции, которые идут туда. Вот если говорить о рынках, то, в принципе, как бы вы их оценили движение в 2017 году, вот нет ли небольшой перегретости на рынках, потому что, в принципе, видно, что рынки уже практически несколько лет растут и растут. Вот. Действительно, об этом ходит очень много разговоров, о том, что рынки перегреты, действительно, они растут. Но здесь я, скорее, согласен с Алланом Гринспеном, который говорит, что настоящий это пузырь, он не на рынке акций сейчас, он на рынке облигаций. Если вы посмотрите, какие низкие доходности на, наверное, ненормально низком уровне. Соответственно, к чему это приводит? К тому, что акции, как класс инструментов, как класс активов, намного более выгодны, намного более интересны инвесторам. Соответственно, туда идут, в эти инструменты заходят большие деньги и будут заходить, я думаю, в 2018 году. И в этом смысле, если, опять же, посмотреть на опросы управляющих, то большинство из них, две трети, они очень оптимистично смотрят по быче, если так скажем, на акции. Тогда как клиенты вот этих управляющих, они смотрят на рынок очень нейтрально. Почему? Как раз из-за того, что очень много разговоров в средствах массовой информации, в различных блогах, везде-везде, что вот американский рынок перегрет, акции уже никуда не могут расти, что это какое-то безумие и так далее, и так далее. Но вот умные деньги, профессионалы смотрят несколько по-другому на это все. Есть еще куда двигаться, и в этом смысле и американский рынок еще, скорее всего, покажет рост. Я думаю, на рынке облигаций все будет достаточно спокойно какое-то время, до тех пор, пока ставки находятся на низком уровне. Вот 2017 год, опять-таки 10 лет с момента начала финансового кризиса мирового, и в принципе тогда Центральные Банки Мира ставили себе цель стабилизировать как-то финансовые рынки. Как, по вашему мнению, удалось ли достичь той стабильности, о которой они мечтали, вот с помощью той ультрамягкой политики, которую они проводили? Разумеется, так это основное, что ему и удалось, и если говорить про стимулирование экономического роста, то это, конечно, не удалось. Это, собственно, не должно было являться целью этой политики. Основная задача была, конечно, стабилизировать рынок, залить, условно говоря, все деньгами, чтобы не было проблемы ликвидности. Не в финансовой сфере, не в банковской сфере, не чтобы любые предприятия, домохозяйства имели доступ к этой ликвидности через, соответственно, банковскую систему. Вот для этого нужно было разгрузить, убрать со сцены плохие долги, условно в той или иной форме их списать. И влить свежую кровь. Вот, собственно, это и произошло. Но при этом очень многие ошибочно полагают, что, мол, это все привело к тому, что из-за этого надулись пузыри, что все эти деньги пошли на рынок. На самом деле нет. Если вы посмотрите, посчитать, с 2011 года американский рынок вырос на 130%, если меня сейчас не изменяет память. Соответственно, из этих 130%, порядка 50% было обеспечено тем, что американские корпорации на самом деле увеличили и выручку, и чистую прибыль. Кстати говоря, 10-15 лет назад в среднем рентабельность американских компаний, если говорить о входящих в индекс S&P 500, была 5-6% по чистой прибыли. Сейчас это 9%. То есть американские компании значительные средства вложили в повышение рентабельности своего бизнеса, в оптимизацию затрат. Так вот, 50% примерно обеспечили рост прибыли компаний, примерно еще где-то процентов 30% обеспечила переоцененность коэффициентов в сторону повышения из-за снижения процентных ставок, из-за снижения доходности по облигациям по всему миру. И дальше уже там где-то процентов 8-10% дали обратные выкупы акций компаний. Как раз вот те и прочие-прочие факторы, которые связаны с монетарным стимулированием, которое было повсеместно во всех развитых странах. То есть там как бы вес-то на самом деле не такой большой. Да, ну то есть в принципе это заставляет нас все дальше смотреть на американские компании с позитивом, и вот отдача 9% еще больше привлекательная. Да, а если вы посмотрите, сколько я по своей модели прикинул, у меня получается где-то под 10% на следующий год. Если вы посмотрите ожидания в среднем по рынку в инвестиционных банках, там получится где-то от 8 до 11% примерно вот такие ожидания по фондовому рынку. В принципе это не мало, это нормально, вполне себе в долларах доходность. Опять-таки, да, вопрос, когда вот это все закончится, когда начнется в экономике в американской рецессии, да, мы увидим совсем уж там плоскую кривую доходности по облигациям, тогда, конечно, уже акции не будут как активы, так интересны. Естественно, тогда начнутся и продажи, и будет переоценка рынка. Но это лишь только инвесторам, это лишь только на руку. А вот об этой переоценке, вот сейчас центральные банки практически на максимальном уровне задействовали все свои механизмы, ставки на нуле, балансы у ФРС раздуты. Вот что будет, если вдруг произойдет тот кризис, какие инструменты они будут задействовать тогда? Вопрос, разумеется, из-за чего произойдет этот кризис, да, соответственно, какой инструментарий будет использоваться. Ну вот, пока каких-то основных точек кризисных я не вижу, единственное, что может быть, это как раз вот это из-за чрезмерной перегруженности долгами, да, но, опять-таки, сами по себе долги в абсолютном выражении, ну, мало о чем говорят, да, ведь два важных фактора какие, сколько стоит обслуживание этого долга, насколько оно серьезно, если вам копейки стоит обслуживать долг, вы можете его наращивать, знаете, чуть ли не до бесконечности. И второе, кто держатель этого долга, потому что что такое крах на рынке, это когда появляются крупные продавцы, да, если продавцов нет, продавать некому, да, как Япония, страна банкрот, но большинство долга и корпоративного государства держат сами же японские резиденты, пенсионные фонды, да, там и так далее, центральный банк, поэтому продавцов нет, да, вроде бы там самая сложная ситуация с долгами, да, и мы видим, ставки на очень низком уровне находятся. Хорошо, спасибо, перейдем к второй части, финансовой стратегии. Ваш фонд, вы являетесь управляющим, что он из себя представляет, для каких инвесторов он наиболее приемлем, а какой риск, доходность в портфеле, вот могли бы рассказать? Ну, я давно уже занимаюсь инвестициями, и за все это время я понял одно, самые лучшие инвестиции, которые могут быть, это в бизнес, потому что всегда клиенты говорят, зачем мне что-то это, если я могу в свой бизнес вкладывать и получать там хорошие проценты. Самая распространенная вещь, богатые люди во всем мире, что делают? Распределение активов примерно у всех одинаковое, 60% это акции, то есть вложено в бизнес через покупку акций каких-то компаний, 25% облигаций, 10% недвижимость, остальное там золото, кто-то там коллекционирует картины и так далее, и так далее. Моя задача предложить клиентам БКС компании, да, вот некий чистый продукт в виде инвестиций в бизнес на американском рынке, в американские компании. В Америке очень большая ликвидность, есть большие возможности, может быть там не такие огромные потенциалы доходности, как по российским каким-то имитентам, но зато там много чем можно воспользоваться и инвестировать в самые разные секторы, начиная от платежных систем, заканчивая высокотехнологичными компаниями, вплоть до производителя алкоголя там и так далее, и так далее, индустриальные крупные компании. Очень много всего интересного. И моя как бы цель, моя миссия, да, в том, в каком-то смысле восстановить справедливость. В чем была несправедливость? Да, в том, что иностранные компании очень много зарабатывают на России, да, и настало время, чтобы иностранный бизнес тоже поработал на российского инвестора. Да, то есть он тоже, чтобы мы тоже, потому что очень долгое время мы как думали, что вот там придут иностранные инвестиции, иностранцы все сделают для нас, и при этом как бы не верили в свои силы, да. Но на самом деле несправедливо, да, что для россиян, для российского инвестора, да, как бы этот рынок широкий мировой инвестиции, он как бы был закрыт. Да, не потому что он был там недоступен, да, а потому что о нем не говорили, он считался рискованным, ну и как-то это было, вот. Но мое убеждение, что инвестиции, так же, как и наука, это вещь глобальная, она не может замыкаться на каком-то одном регионе, вот. Поэтому моя задача находить для клиентов бизнесы какие-то интересные, которые могут расти на 10-20% в год, ну предсказуемо, которые можно понять, прочувствовать, просчитать, да. Да, и если эти бизнесы стоят адекватных денег, да, не как, например, Тесла, да, которые стоят уже столько, как будто на автомобиле производят больше, чем Мерседес. Да, если адекватная стоимость есть, то, соответственно, рынок будет за них давать на 10-20% больше через год. Вот, собственно, поэтому на такую доходность порядка 13-15% я ориентирую клиентов, и такая она, в общем-то, и получается. В валюте. В действительности, да, в валюте, конечно. Это единственный критерий отбора, то есть вот стабильный бизнес, который генерит доход, либо вы также смотрите какие-то рискованные инвестиции, которые сулят в будущем. Это основное, если человек хочет рискованные инвестиции, да, есть, как бы, другие продукты в рамках БКС, он может абсолютно спокойно их выбирать. Моя задача, да, обеспечить клиенту уверенность в хорошем результате. Не надежду, знаете, на какой-то там, на огромные доходы, а уверенность в хорошем результате, да. По-моему, продукт никогда не будет, там, доходности в 70-80%, вот, но зато клиент может рассчитывать, что с минимальными для него рисками мы вот этими инвестициями пройдем. И в хорошие времена на фондовом рынке, и в плохие времена. Отлично. Вот следующий вопрос немного такой. О технологиях, робо-двайзинг, это та технология, которая вот очень активно сейчас в последнее время обсуждается и применяется. В принципе, здесь нивелируется необходимость принятия каких-то самостоятельных решений, полного вникания в механизм работы в финансовых рынках. Как робо-двайзинг может сказаться вообще на портфельных управляющих, насколько это перспективная сфера и какого применения ее в будущем? Да, действительно, популярность этих вещей робо-двайзинг растет, но все-таки мне пока видится, что скорее это как некая помощь управляющим, как некоторая система, которая позволяет какую-то рутинную работу, систематизировать что-то, что-то сама может быть находить. Я убежден, что настоящие инвестиции человек должен делать сам, так же, как когда он покупает автомобиль, он хочет все сам проанализировать, посмотреть, подобрать его для себя. Точно так же инвестиции. Было бы, наверное, неправильно их полностью доверить какому-то компьютеру, который на основании каких-то критериев вас оценил. Мне кажется, все-таки человек гораздо более сложный механизм, который можно на раз-два-три просчитать. Более того, компании, которые занимаются пионерами в робо-двайзинге. Знаете, к чему они пришли? После взрывного роста на робо-двайзинге, когда без участия человека составляется риск-профиль клиенту, ему подбираются активы для его портфеля. Знаете, что клиенты стали спрашивать? Клиенты потребовали людей. И эта компания начала нанимать персональных менеджеров, чтобы они могли взаимодействовать с людьми. Поэтому, да, безусловно, внедрение машинных технологий и так далее – это очень полезная, нужная вещь. Но мне все-таки кажется, что все, что связано с искусственным интеллектом, оно вряд ли сможет конкурировать в конечном итоге с человеком по каким-то широким вещам. Да, то есть, где нужно обсчитывать и просчитывать какие-то заранее известные по какому-то алгоритму варианты, конечно, здесь тяжело соревноваться с машиной. Но в каком-то более широком ключе, наверное, мне кажется, человек незаменим для того, чтобы взаимодействовать с человеком. Хорошо. В последней части хотелось бы услышать Ваше видение на текущее состояние российской экономики впереди 2018 год. Каков Ваш прогноз? Будет ли та же стабильность по инфляции, по курсу рубля, который мы видели в 2017 году? И, в принципе, какие драйверы роста могут как-то повлиять на нашу экономику? С драйверами роста, честно говоря, в России сложно. Если посмотреть сквозь призму волового внутреннего продукта, из чего состоят компоненты волового внутреннего продукта? Первое – это частное потребление, то есть то, что домохозяйство покупает. С этим проблемы. Низкий платежеспособный спрос, падение реальных располагаемых доходов по факту в России. И все это говорит о чем? Что на этот фактор роста ВВП рассчитывать особо не приходится. Второй момент – государственные инвестиции. Инвестиции в основном капитал. Здесь есть определенные подвижки, но в основном это только, я думаю, со стороны государства. Что государство может что-то инвестировать, потому что частные компании капитальные вложения по многим направлениям сокращают. Следующий момент – это разница между экспортом и импортом. Здесь мы мало что можем сделать самостоятельно, это зависит от внешней конъюнктуры. Еще один компонент – это госрасходы. Не инвестиции, а именно госрасходы, то есть по сути расходы российского бюджета. Но здесь мы тоже знаем, поскольку есть проблемы с доходами российского бюджета, разумеется, отсюда вытекает и вопрос с расходами, с ограничением по этим расходам. То есть, в общем-то, по одному из компонентов ВВП в явном виде мы не видим каких-то факторов, которые могли бы что-то серьезное здесь сделать. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы это проходило как-то через факторы инвестиций, чтобы по этому направлению были какие-то улучшения со стороны государства, со стороны частных компаний. Это обязательно должно быть. Что касается инфляции, то даже, я думаю, если произойдет какая-то девальвация российской валюты, скажем, условно она будет стоить 70 рублей за доллар, то с точки зрения инфляции на уровень индекса потребительских цен вряд ли это сильно повлияет. Потому что многие компании и бизнесы, которые связаны с импортом, они, в общем-то, в своих бизнес-моделях уже заложили 80 рублей. И в этом смысле им не придется повышать цены. Но вы, наверное, и сами обращали внимание, что по многим импортным позициям после девальвации 2014 года цены выросли в 2-2,5 раза. Потом доллар чуть-чуть упал, а цены, собственно, вслед за этим никуда не двинулись. Поэтому, несмотря на некую стабилизацию, сложно пока с экономическим ростом в России. И хочется верить, что после этого выборного цикла, все-таки 2018 год, выборы президента, наверное, главное событие в России, мы увидим какие-то изменения в эту сторону. И хочется, конечно, больше свободы для бизнеса, для частного предпринимательства. Потому что я много езжу по регионам, встречаюсь с бизнесменами. И, конечно, они жалуются, несмотря на то, что в различных рейтингах, когда Россия как «Думин бизнес» и прочих поднимается, в общем-то, как бы на земле, на практике-то все еще остаются существенные сложности для бизнеса. Хорошо. Вот если говорить об инвестициях опять, что тогда интересно можно найти на российских фондовом рынке? Может быть, опять же, те же облигации? Какие инструменты могли бы посоветовать? На российском рынке сложно найти инвестиционные инструменты. Сберегательные, где вы заранее знаете доходность. Облигации федерального займа, еврооблигации, различные инструменты с фиксированной доходностью. Это все, пожалуйста, проблема с инвестициями. Там, где вы не знаете заранее, сколько заработаете. В России очень низко ликвидный рынок акций. И там торгуется очень мало бумаг. И, к сожалению, это вот такое большое ограничение, которое не дает развиваться. Но в России в целом, если смотреть, отвлечься от компаний, которые торгуются на рынке, конечно, есть много интересных направлений и проектов. Но, к сожалению, из-за высокой ставки фондирования, по-прежнему, ключевая ставка очень высока. Я считаю, в России из-за различных рисков налоговых, административных, конечно, требования ко всем проектам. Потому что они должны иметь быструю окупаемость и высокую маржу, высокую рентабельность. Вот, к сожалению, это круг проектов, которые удовлетворяли этим двум параметрам. Он существенно снижается по сравнению с тем, что есть в России. Поэтому, в общем-то, это, по сути, те два направления, по которым нужно двигаться. Снижать ставку, делать доступным фондирование для предпринимателей. И стабилизировать, как бы снижать риски. Хорошо. Завершая разговор об экономике, перейдем к последнему вопросу. Наш телеканал студенческий. И основная масса – это молодые профессионалы. В последнее время появилось очень много опасений по поводу будущего карьеры в финансовой отрасли. Вот вы очень опытный человек, с большими знаниями. Что нас ждет? Можно ли надеяться на лучшее? Потому что очень много говорят, что финтех сократит очень много рабочих мест именно в финансовой отрасли. Какие советы молодым профессионалам вы могли бы дать, чтобы они себя нашли? Вы знаете, я вам просто напомню статистику. В 1980 году 60% профессий, которые были в Америке в 1980 году, уже не существуют. И тем не менее уровень безработицы в Америке очень низкий, в районе 4,5%. Поэтому самое главное здесь, чтобы я хотел поставить, находить себя, то, чем вам интересно заниматься. И если вам интересно этим заниматься, это самое главное. Занимайтесь этим, несмотря ни на что, кто бы вам чего не говорил. Потому что все истории успеха в бизнесе, как раз на этом, Фред Смит из компании FedEx, он пришел, написал на листе бизнес-план, когда еще учился в студенчестве логистической компании. Его поставили два, сказали, никогда это работать не будет. Но он не сдался и пошел, как бы сделал. Марк Бениов, который возглавит сейчас и основатель компании Salesforce, которая делала CRM-системы, в 15 лет написал уже несколько компьютерных игр, продал их компании и получал за это полторы тысячи долларов роялтис. Поэтому занимайтесь тем, что у вас получается, станьтесь профессионалами. И не важно, кем вы будете, старайтесь стать в этом лучшим специалистом во всем мире. И в любом случае, это найдет какое-то приложение. Что ж, большое спасибо за очень интересное интервью и ответ на наши вопросы. Опять же, благодарю за то, что согласились. Да, спасибо большое, было очень приятно. Всех благ и удачи вашему каналу. Большое спасибо.